Строительство девятого дома по улице Фомина началось в 2003 году. Тогда это делал социальная инициатива, но через три года она оказалась банкротом и ушла с рынка строительства, оставив после себя лишь два этажа. В 2006 году сюда пришла жилищная корпорация Орловщина. До 2010 года ей удалось построить 10 этажей. В этом же 2010 году Орловщину признают банкротом, и ей так и не удалось достроить третью секцию этого многоквартирного дома. Сейчас на ее месте разруха, и третий подъезд на этом месте построит уже новый инвестор. Третьего инвестора несчастные дольщики уже нашли. Это будет ООО Инжсервис. После того, как социальная инициатива исчезла с лица земли, инициатива сама перешла в руки общественности. Дольщики создали жилищно-строительный кооператив «Вектор». Решили сами все дела вести, но поверив Орловщине, снова остались недостроем. Сейчас Орловщина в последней стадии банкротства, но мэр в это не верит. С хорошим названием жилищная корпорация «Орловщина» не может быть банкротом. Измените название «Орловщина» в какую-нибудь другую компанию, и тогда банкротитесь. Возлагает надежда городоначальник и на кооператив «Вектор». Сейчас дольщики снова занимаются своими проблемами самостоятельно. Хотя власти уверяли, сможем, поможем. А нет, так подбодрим. По поводу «Векера», я хочу, чтобы «Векера» был не вниз, а вверх. С одноком плюс. А чтобы дом по улице Фомина разросся вширь, нужно получить разрешение на строительство. Документы уже собраны. Вы знаете, что нужно сделать в этой ситуации. Представить договор о ренте. То, что вы правоприемники жилищной корпорации Орловщина, и делаем дальнейшие движения. Я не говорю о новом разрешении на строительство. Я говорю о продлении срока разрешения на строительство, то, которое было раньше. Новое разрешение на строительство вы не получите никогда, потому что участок не отвечает никаким требованиям. От отчаяния дольщики на митинг вышли. О своей проблеме просто кричали, их услышали. Не надо инициировать всякие массовые мероприятия, чтобы это было сделано буквально не так. Вопрос несчастных дольщиков на коллегии в администрации долго не решали. Посоветовали разобраться в документах, даже помочь обещали их составить. А вот, к примеру, в Белгороде пострадавшим дольщикам необходимо объединиться в кооператив для заключения соглашения с муниципалитетом, который и возьмет на себя проблему достройки дома, а также станет представлять интересы граждан в суде. Наш же муниципалитет, видимо, только в составлении документов АС. Валерия Гавриловская, Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.